Вот и наступила зима. Видите, новые листочки. Молоденькие растут. Вот. Зима зимой. Дождик моросит. Трава зеленеет. А у нас сегодня цыганский рынок. Давно я не была. Думаю, надо съездить. Посмотреть, что там. Давно не ездила на маршрутке. Прямо как маленькое приключение. По всей дороге сосенок насажали. Надо же. Да вроде и так тут зелени много. Ну, это хорошо. Хорошо. Ой, так редко теперь выбираюсь. Эта жизнь в заточении. Как же она надоела. Ну, тут что-то очень часто насажали, конечно. Когда же это все кончится? И кончится ли вообще? Что-то, знаете, такое предчувствие, что закончится одно, начнется другое. Листочков нападало. Ну, что-то машин много, но не знаю. Вроде столботворения, как обычно, не наблюдается. Ну, что-то как-то... Нет движухи сегодня. Ну, может, потому что праздников никаких не намечается. Тут очень любят закупаться перед праздниками. И погода-то не сказать, что холодно. Так какая-то... Мерзкая немножко. Видите, что значит скоро Новый год. Красота. Живая. У нас фотографии вкладываются. Видео двойного раздачи. Обалдеть. Дышит. С ума сойти. Сколько живой рыбы. Не любят. Люди тут, когда их снимают, ругаются. А так бы я вам много бы чего поснимала. Это вы, что ли, где-то, 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 где-то. Ну, вот где самое интересное, там ругаются. А где народа нет, там и внимания не обращают. Зашла на свою беду в добрацель. Уже мне всё попробивали. А пакетов нет. Предлагают всем складывать в коробочку. О, жизнь. Представляете? И как её тащить-то? Так бы я в два пакета. Кошмар. Ну, вот ещё и дождик разошёлся. Позвонила Вите. Ну, я не всё себе купила, но я эту коробку неподъёмно не могу тащить. Мне надо ещё овощей купить. Хлебушка чёрненького вкусненького. Вот жду теперь, когда Витя приедет. Неудачный день сегодня. Ай, я говорю, не мой день. Стою тут под дождём. А Витя звонит и говорит, а ты где? Ты прямо у магазина. Я говорю, да. Он говорит, а я к тебе домой приехала. Ой, я сейчас вся промокнула. У меня куртка-то такая флисовая. Флисовая. Ну, с капюшоном, правда, но всё равно. А он говорит, я тебя не поняла. Я подумала, свозить тебя в доброценность. Ой, ну что, вот вернулась я. Промокла, пока Витя приехал. Подвёз меня домой. Ну, вот не мой сегодня день. Не мой и всё. У меня столько дел. Только вот села. Только вот приклеила рисунок. Ну, бутылку с шампанским. Думаю, начну. Сейчас бусы собирать. Ну, я их уже начала собирать. Потом думаю, а чё я сижу-то? Меня вчера целый день прождала электрика. Он мне нужен там какой-то автомат поменять в счётчике. Вчера целый день прождала. Сегодня он так и не приехал и не позвонил. Только стала его набирать. Думаю, сейчас я ему... Свет вырубили. Ну, что толку? Позвонила. Вот человек не извиниться. Ведь это его работа. Не-а. Завтра, сегодня не буду. Завтра буду на волне. Вот полдесят. Короче говоря, а ты сиди и жди. Можно ждать и неделю, и две. Я говорю, свет когда будет? Это не я отключал. Это РЭС. Красота! Ой, живи! Ни в чём себе не отказывай. Вот и сиди. На улице холодно. Полы мои электрические отключились. Темно. Сижу, ковыряюсь. Так что свет из окна падает. Вот так вот. Витя привёз меня. Поругал кота. Говорит, ты что такой шкодник? А он... А Васька так обалдела. На него смотрел. Скажет, какой-то мужик тут. Он уже забыл, наверное, что он у них жил. Вытрычил на него глаза. Ты что, говорит, такой шкодник? Вот такой вот. Так что вот так вот, мои дорогие. Вот такая она жизнь. Хочешь, расстраивайся. Хочешь, смейся. Уже вот даже и расстраиваться-то нету сил. Нету. Сиди, ковыряйся в темноте. Вот видите, как на улице холодно и лежит, мордочку закрывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова